Добрый день, спасибо за слово. Я просто просил слово сейчас, поскольку попросил то, что после обедания, которые люди разойдутся. Здесь уже прозвучало неоднократно о том, что мы говорим на разных языках, в частности с чиновниками, с представителями, госаппаратами и так далее. Я считаю, что мы говорим не просто на разных языках, но у нас разное мышление, разное вообще понимание. Я выражаю благодарность авторскому коллективу книги «Домовое знание» за то, что нас вообще взяли в эту работу и пригласили в этом участвовать. Книга, как здесь прощала, готовилась быстро, может быть быстро, но ни в коем случае не в попыхах, и однозначно это не было натяп-ляп. Книга старательно подгодавливалась, и это серьезный труд. Что касается разного мышления, я считаю, что чиновники на местах, надеясь, что это на местах, как хочется делать, что это чиновники на местах, перестраховываются и боятся за свою пятую точку. Им гораздо легче либо считаться в Москву о том, что не сделали вот такие плохие ничего, либо издать нечто, что издать некогда в том, что в многих других странах, то, что никому, по сути дела, не надо, не иметь никакой ценности, но зато не читались, все отлично, все великолепно. Вот, пожалуйста, дайте за эту награду. Я надеюсь, что найдутся чиновники более высокого полета мышления, более высокого общего, более широкомых образованные и понимающие эффект, в частности, в этой книге всего основного, которые найдут, это будет личность, которая сможет оценить труд не по рапорту снизу, когда снизу придет бумажку, а эта книга плохая, и все в это поверят, в данной родной партии и так далее, поэтому мы поддерживаем своих коллег снизу, найдутся личность, может быть, в Москве, которая всерьез эту книгу изучит, сделает свое мнение, и будет эта личность настолько сильна, что она сможет заявить, что да, так и так мы имеем. Для умения изменятся и подать свое мнение по данному вопросу. Ну, это зависит действительно от того, насколько чиновник, скажем, держится за место и будет за свою пятую точку, мне так кажется. Это не только из моего личного общения, не только здесь, но и в Москве. А сейчас, наверное, в Москве есть еще новые люди, слышно, в суток уровня, так, не нормально, да? Мы советовали, это было с этим поводу финансирования периодики здесь, по поводу того, что существует множество все возможных в обществе России, фондов и так далее, которые поддерживают периодику. Мы, как бы, сообщили, да, вот мы не сделаем журнал, так и так, нас поддерживают, да, честное министерство культуры, плюс физическое лицо, частные деньги, как бы, вот, сейчас эти фонды, поскольку знают, что наши редакторы, девочки из редакции послали их, может, нужные фонды, либо не пришли. Мы сказали, да, я вам, если завтра принесу, отец письма, которое нужно разослать и так далее. Когда я прочитал это письмо, сказал, что я просто с головы умирать, но такое никогда не пропишу, поскольку, очевидно, я уже не понимаю, этот русский язык чиновничий, где каждое второе слово, это просто мертвый город, лежит в одно место. У нас сказали, что я участвую в первый день, в чем такое письмо подписывать, и рассылать его, если это действительно единственный способ получения билеты с таком. Вот, по поводу еще одного замечания, я тут рассылал, мы просто, конечно, не пришли, мы не попали, по поводу имиджей всего остального нашей организации и так далее, а ты, коврец, членом АМОСа, журнал «Акранскация Матужных Организаций Российских Отечественных». Были мне год назад чуть больше на нас конференции в Москве и так далее. Ну ладно, допустим, когда чиновники сказали, как проголосуем по поводу, осудим действия Балтики и так далее. Ладно, все единогласные почти проголосовали, было за счетом и единогласные и так далее. Хотя немножко напоминать, пусть ставлю вообще эффект, коммунистическое время. Но, начнула заметку, когда вопрос молки. МАМОС, представители МАМОСа на съезде в Москве, единогласно, это было, ну, нужно прочитать дословное, к сожалению, не должно быть дословное, отголосовали, участие, Котько, Адзар, Силь и так далее, и так далее. Все было объяснено, что прочитать было мерзко. И после этого вам сейчас хотелось, чтобы мои другие выйдет из состава МАМОСа. Поэтому, еще надо обратить внимание и задуматься над этим имиджем. У нас где-то как-то освещено, и главное, как это проголосится все. Поскольку изученный координационный совет и все это, почему мы туда уже вошли, это хорошая идея объединить организации, объединить личности, которые что-либо делают позитивное. Сейчас это все, они говорят, здесь, слава богу, пока, надеюсь, нет. Но, судя вот за метку из Москвы, это все превращается в какое-то стадо, которое тем-то либо управляется, либо будет управляться. В любом случае, травятся личности, становится стадо. Вот, в общем-то, все, которое можно сказать, в дискуссиях это разберем подробнее. Надеемся, что лично мне как-нибудь люди, они о чем-то не знают.